Ты не тронешь, сердце не тронешь, не сломаешь и не угонешь, ты не тронешь, сердце признайся. Привет, меня зовут Цыгасия Анастасия Викторовна, и в этом ролике мы с тобой обсудим строение вашей сердечно-сосудистой системы. К органам кровообращения относятся сердце и замкнутая система кровеносных сосудов. Это вены, артерии и капилляры. Сердце начинает формироваться уже на третьей неделе зачатия и безостановочно трудится всю вашу жизнь. Сердце находится в левой части грудной полости, оно помещено в околосердечную сумку, перикард, которая состоит из соединительной ткани. Внутри нее находится жидкость, она уменьшает трение, когда сердце сокращается. Сердце человека имеет 4 камеры, 2 желудочка и 2 предсердия. Левая и правая половины сердца разделены сплошной перегородкой. Сердце – трехслойный мышечный орган. Наружный слой образован соединительной тканью, называется эпикард. Внутренний эндокард выслан эпителиальной тканью. А средний слой, называется миокард, представлен сердечной мышцей. Сильнее всего миокард развит в левом желудочке, так как он выполняет большую работу. Между предсердиями и желудочков находятся соединяющие их отверстия. На их краях расположены соединительно тканные створчатые клапаны. В левой части сердца клапан двустворчатый или метральный, а в правой – трехстворчатый. От створок отходят сухожильные нити, которые другим концом прикрепляются к стенкам желудочков и препятствуют выворачиванию клапанов в предсердие. На границе желудочков сердца с аортой и легочной артерией расположены полулунные клапаны. Они имеют вид кармашков. Клапаны сердца обеспечивают продвижение крови в определенном направлении – из предсердий в желудочке, а далее в артерии. При сокращении предсердий кровь проталкивается в желудочке, и после их наполнения миокард в желудочек сокращается из-за уменьшения объема камер. Резко повышается давление внутри желудочка, и створчатые клапаны захлопываются. Одновременно открываются полулунные клапаны, и кровь поступает в аорту и легочный ствол. После расслабления миокарда желудочков давление в них становится ниже, чем в сосудах. Тогда обратным током крови полулунные клапаны закрываются. По мере наполнения предсердий кровью открываются стволчатые клапаны, и работа сердца повторяется. Во время каждого сокращения желудочков в сосуды поступает около 140 мл крови. Причем правой и левой желудочки выталкивают одинаковое ее количество. Обсудим сердечный цикл. Сокращение мышц сердца называют систолой, а расслабление – диастолой. Период охватывает одно сокращение, и расслабление составляет сердечный цикл. Он длится 0,8 секунды и включает в себя три фазы. Первая фаза – это систола предсердий за 0,1 секунды. При этом желудочки расслаблены, створчатые клапаны открыты, полулунные закрыты. Кровь из предсердий поступает в желудочки. Второй этап – систола желудочка за 0,3 секунды. Предсердия расслаблены, створчатые клапаны закрыты, полулунные открыты. Кровь из желудочков поступает в аорту и артерии. И общая диастола или пауза за 0,4 секунды. Створчатые клапаны открыты, полулунные закрыты, кровь из вен попадает в предсердие и частично в желудочке. При больших физических нагрузках частота сердечных сокращений возрастает до 150-180 ударов в минуту. И продолжительность цикла, особенно общей паузы, уменьшается. Сердечная мышца способна ритмически сокращаться без внешних раздражителей под влиянием импульсов, которые возникают в самой мышце сердца. Эта способность называется автономия сердца. В правом предсердии есть особые клетки сердечной мышцы, кардиомиоциты. Они ритмично вырабатывают нервные импульсы. В клетках синусового узла, расположенных в правом предсердии, при слиянии полых вен, периодически возникают электрические импульсы. Они распространяются по проводящим путям сердца к мускулатуре предсердий и желудочков и вызывают в них синхронизированные сокращения. Синусовый узел является водителем ритма. Своими импульсами он задает частоту 60-80 сокращений в минуту. В случае нарушения работы синусового узла роль выводителя берет на себя другой узел, предсерденно-желудочковый узел, который находится в перегородке между предсердиями и желудочками. Вследствие этого сердечная мышца способна к сокращениям, будучи изолированной от организма при условии поступления питательных веществ и кислорода. Сердечные сокращения непроизвольны. Человек не может повелевать усилием изменить частоту и силу сокращения. Работа сердца подчиняется вегетативной нервной системе. К сердцу импульсы идут по двум нервам. В состоянии покоя организма по парасимпатическим нервам. Во время интенсивной работы или стресса по симпатическим. Поэтому нервная регуляция осуществляется таким образом. Симпатические нервы усиливают, а парасимпатические тормозят работу сердца. Центр регуляции находится в продолговатом мозге. Поговорим про гуморальную регуляцию. Она осуществляется с помощью гормонов и других веществ. Ускоряют работу сердца гормон адреналин и ионы кальция. Тормозят работу сердца гормон ацетилхолин и ионы калия. Здесь мы видим предсердие и срезы артерий. Вот так вот. Значит, само сердце. Вот так оно выглядит. По попке как малыша. Не знаю, что. Ну нет, все равно, вот видно, пожалуйста, тебе. Вот так вот можно показать. Вот это мышечная, самая толстая стенка мышечная. Это вот сухожильные нити видно. Вот оно, пожалуйста. Я, да, не в той плоскости порезала. Тут надо угадать. Вот так вот можно сделать. Это сейчас мы пользуемся всеми этими знаниями. А в свое время Уильям Гарвей, выдающийся английский врач, физиолог, эмбриолог, впервые объявил циркуляцию крови в замкнутой системе кровообращения. Он проводил опыты на животных и установил, что в теле имеется постоянный объем крови, циркулирующий по замкнутому кругу. Выяснил функциональное значение различных отделов сердца и крупных сосудов. Описал большой круг кровообращения. Доказал, что понять функцию любого органа можно только на основе его детального изучения, а также изучения его строения. Гарвей первым в истории естествознания показал, что печень – это барьерный орган, который задерживает многие вредные вещества. Теперь обсудим сосуды. Артерии – это сосуды, которые несут кровь от сердца, а вены – к сердцу. Капилляры – сосуды, в которых происходит газообмен. Артерии – это сосуды, по которым кровь идет от сердца и разносится к тканям и органам. Стенки артерии состоят из трех слоев. Внутренний – из однослойного эпителия, эндотелия. Средний слой представлен гладкими мышцами, которые способны обеспечивать расширение и сужение просвета сосудов. Внешний слой – это оболочка из соединительной ткани. В стенках артерии много эластичных волокон. Их основными функциями является быстрая доставка крови к органам и тканям, а также обеспечение высокого давления, необходимого для поддержания непрерывного тока крови через капилляры. Стенки вен тонкие, легко растяжимые, так как имеют слаборазвитый мышечный слой и небольшое количество эластичных волокон. Также имеют три слоя клеток. Наружа – соединительная ткань, средний слой – гладкие мышцы, а внутри слой – один слой клетокапитуляльной ткани. Непрерывному движению крови в венах способствует разность кровяного давления на разных участках кровотока. Наличие полулунных клапанов в их стенках, а также сокращение скелетных мышц, приводящие к сдавливанию стенок вен и нагнетанию крови по направлению к сердцу. Под действием силы тяжести кровь в венах нижних конечностей имеет тенденцию застаиваться, что может привести к варикозному расширению вен. Скорость движения крови в венах составляет 20 см в секунду или менее. При этом давление крови низкое и даже может быть отрицательным, например, в полых венах. Капилляры – это самые тонкие и короткие кровеносные сосуды. Они состоят из однослойного эпителия. В стенках капилляров имеются поры, через которые вода и растворенные в ней неорганические вещества могут легко переходить из плазмы крови в тканевую жидкость. Капилляры располагаются в межклеточных пространствах, тесно прилегают к клеткам тканей и органов. Малая толщина этого слоя, тесный контакт его с клетками, органами и тканями, самая низкая скорость движения крови обеспечивает быстрый обмен веществ между кровью капилляров и межклеточной жидкостью. Чтобы запомнить круги кровообращения, давайте запомним сначала несколько положений. Любой круг кровообращения начинается в желудочке, а заканчивается в предсердье. Второй пункт – это то, что артерии ведут кровь от сердца, а вены к сердцу. Большой круг кровообращения слева, малый справа начинается. Большой круг кровообращения начинается в левом желудочке. Артериальная кровь выталкивается в аорту и далее двигается к мозгу по сонной артерии и к органам и конечностям по подключичной артерии. От брюшной части аорты кровь поступает к внутренним органам брюшной полости, а в тазовой области формируются повздошные артерии. Сердце питается за счет коронарных артерий. Артерии ветвятся на капилляры, в них происходит газообмен. Венозная кровь собирается в нижнюю и верхнюю полую вену. Венозная кровь по вене приходит в правое предсердие. Теперь обсудим малый круг кровообращения, он же легочный. Венозная кровь, пришедшая с большого круга кровообращения, из правого предсердия попадает в правый желудочек. В правом желудочке начинается малый круг кровообращения. Венозная кровь попадает в левую и в правую легочную артерию, которые ведут, соответственно, в левое и правое легкое. Артерии ветвятся на капилляры, и в альвеолах легких будет происходить газообмен. Венозная кровь насыщается кислородом и превращается в артериальную. И теперь уже артериальная кровь соберется в легочные вены и возвратится в левое предсердие. При исследовании сердцебиения с помощью фонодоскопа можно услышать два звука. Это тоны сердца. Первый тон, протяжный, низкий, глухой, слышится во время систолы предсердий. Он вызван вибрацией створок клапанов и сухожильней нитей. Второй тон, короткий, высокий и звонкий. Он возникает при захлопывании полулунных клапанов, обратным током крови в начале диастола желудочка. При пороках сердца его клапаны деформируются и плотно не смыкаются. Тоны сердца утрачивают свою частоту звучания. К ним перемешиваются шумы, которые вызваны обратным движением крови через неплотно прилегающие створки. Деятельность сердца, как и любой возбудимой ткани, сопровождается электрическим явлением. И можно зарегистрировать их с помощью метода электрокардиографии, с помощью чувствительного прибора электрокардиографа. При регистрации на движущейся ленте прибора будут записываться криваи изменений электрических состояний сердца или ЭКГ. На ЭКГ отчетливо видны 5 зубцов. Рубец П отражает электрические явления в предсердии, а зубец КУРС характеризует движение волны возбуждения желудочка в сердце. Метод ЭКГ позволяет судить о работе сердца и помогает в диагностике его заболеваний. Остались вопросы? Тогда пиши в комментарии. Ставь лайк и подписывайся на наш телеграм-канал. В нем все про подготовку к ЕГЭ и ОГЭ по химии и биологии. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok